Арсений Николаевич, сельхозпроизводители неоднократно ставили вопросы и продолжают обращать на это внимание, что на наш рынок продолжает поступать сельхозпродукции из стран, которые включены в санкционный список правительства Российской Федерации, в связи с нашими ответными мерами. Что там на самом деле происходит, какова ваша цель? – К сожалению, это имеет место через известные нам границы, когда третьи страны завозят продукцию, которая не выращивается непосредственно у наших соседей, и, можно сказать, таким нелегальным образом, через мнимые сертификаты и путем определенных спекуляций. И, пользуясь случаем, хотел бы просить вас и правительство Российской Федерации сделать все, чтобы мы могли все партии грузов, сельхозпродуктов, которые поступают нелегально через границу Российской Федерации, именно уничтожать там на месте. По закону, к сожалению, эти партии должны отправляться опять назад грузоотправителям, и тем самым мы никак не сможем эту ситуацию никогда разрешить. И от этого страдает, прежде всего, наше отечественное сельхозправитель, потому что поступает низкого качества продукция по низкой цене, и, конечно, с учетом сегодняшней нашей политики и потозамещения, безусловно, это было бы очень правильное решение. – Дмитрий Анатольевич, какова? – Действительно, эта проблема существует, и очевидно, что, к сожалению, некоторые недобросовестные компании этим пользуются, причем груз направляется в адрес третьих стран, но вываливается на территории Российской Федерации. Потом, по сути, контрабандный груз реализуется, и в результате страдают интересы наших сельхозпроизводителей, которые выращивают то же самое подчас лучшего качества, но, к сожалению, не могут реализовать эту продукцию на рынке. Я думаю, что здесь можно было бы применить такие жесткие меры, как когда-то, напомню, было сделано по вашему предложению в отношении икры осетровых рыб. – Прошу, давайте согласимся с предложением министра. Я прошу администрацию и правительство проработать это с юристами и предложить соответствующие решения. – Спасибо. – Спасибо вам. – Спасибо.